Люди давно не ходят по магазинам. Они давно не ищут их. Они покупают и получают реальные деньги обратно за свои покупки в интернете. Letyshops.ru. Проходи по ссылке в описании и покупай с реальной выгодой. Вся iPhone 7 получит оптическую стабилизацию, а OLED-матрицы появятся не во всех iPhone 2017. Сразу три крупные утечки, касающиеся яблочных смартфонов, попали в сеть в сутки тому назад. Во-первых, издание DigiTimes, вслед за ним MacRumors, заявило, что в этом году нас ждет iPhone с 256 гигабайтами встроенной памяти. На этом, к сожалению, доклад заканчивается, а потому мы ждем официального подтверждения от самого Тима Кука. Во-вторых, в сети появились фотографии основного фотомодуля со шлейфом от iPhone 7 в сравнении с аналогичной деталью от iPhone 6 и 6 Plus, 6S и 6S Plus. Обращает на себя внимание новая L-образная форма шлейфа. Кроме того, источник твердо уверен в реализации механизма оптической стабилизации, которая заметно повысит качество получаемых снимков. Следующий прогноз носит более долгосрочный характер и касается юбилейного iPhone 2017. Ранее мы писали, что этот год станет переломным для купертиновских смартфонов, которые перейдут на использование OLED-матриц. Однако, Хэнди Сусанто из Gabelli.com заявил, что новый экран станет уделом исключительно специального издания iPhone 2017. Как заявляет аналитик, Apple просто не успеет получить достаточное количество матриц для выпуска нужного количества смартфонов. Именно по этой причине сначала будет выпущена ограниченная партия премиальных моделей iPhone. Ну, это они делают специально, наверное, чтобы подзаработать больше бабла. Это напоминает ситуацию с iPhone 6 Plus и 6 Plus... 6S Plus, то есть, извините, которые получили оптическую стабилизацию изображения. А их младшие версии довольствовались лишь цифровой стабилизацией. Вот такие вот дела. Ставим лайки и подписывайся на канал. Спасибо. Пока. Субтитры подогнал «Симон»